Жители села Бычи и Мизенского района ищут альтернативные варианты. Уже много лет подряд из-за обмеления реки Пёза они практически не могут пользоваться паромной переправой, ведущей в райцентр. Дорожники все эти годы за решение проблемы тоже не брались. Подробности далее. Паром через реку Пёза связывает с райцентром села Бычи и жителей окрестных деревень. В обычное время это около нескольких сотен человек. Летом намного больше. В последние несколько лет обмелевшая Пёза практически парализует работу парома. Жители с нетерпением ждут дождей и полной воды. Это длится уже не один год. И ни весной, ни осенью учат. Вот еще и летом мы не можем переехать. Это вообще нужно что-то предпринимать. Как-то ведь нас все-таки население 200 человек, деревня Пёза вся кругом. И гости к нам приезжают. Мы не можем никак переехать. Жителям приходится брать инициативу в свои руки. Приспособились. Привязывают трос к своей моторной лодке и оттягивают паром ближе к глубине. Недоумевают, почему дорожники не в силах решить проблему. Переправу нужно лишь перенести туда, где чуть глубже, чтобы не садиться каждый раз на миль. В любом случае можно было предусмотреть какие-то варианты, которые позволяют, чтобы не случилось это, не повторялось. И хоть вплоть до углубления фарватера, где ходит паром. Другие варианты есть. Куча их. Просто что надо работать, заранее думать об этом. Думать с опозданием в 7 лет. Именно столько не решается проблема с переправой. Теперь будет подрядчик. Бычинская ЖКХ. Эта информация передана новую заказчику Мизинской дронового управления. И там ждут, когда поступят какие-то предложения по поводу наладки надежной переправы от подрядчика, которым является Бычинский ЖКХ. Какой вариант решения проблемы выберет подрядчик, углубление дна или перенос переправы еще неизвестно. А пока сельчанам так и придется тягать паром своими силами и ждать дождей, чтобы уровень воды в Пёзе позволили им перебраться на другой берег. Наталья Пулина, Николай Акулов, Регион 29. Продолжение следует...